Дорогие друзья, мы рады вас сегодня приветствовать. Сегодня начинается цикл лекций и встреч, которые мы организовываем совместно с Генеральным Косовством Швеции в Санкт-Петербурге. И поэтому я передаю слово господину Маркану Франову по словам культуры и экономическому развитию Косовства Швеции. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, может быть, я объеду с петербургом? Слышно? Или лучше так? Большое спасибо, что пришли в такой чудесный день. Сегодня мы начинаем празднование юбилейного года Ингмарагетмана в Санкт-Петербурге. Пожалуй, и не случайно, что день запуска нашей юбилейной программы совпал в днем церемонии награждения Оскара. Нет, до сих пор все шведские Оскары за лучший фильм принадлежат именно Эрману. Ну, посмотрим сегодня вечером, получится ли у нашего Рубена Бергман стать первым после Бергмана. Или другого. Для нас, думаю на юбилейной фонсистской Швеции, большая честь вместе с нашими прекрасными партнерами в Петербурге представить очень насыщенную и разнообразную программу событий года под знаком Бергман 100. Мы поздравились создать ее так, чтобы познакомить вас со самыми разными и даже неожиданными глянами халанта и личности Бергман. Слоган всей нашей юбилейной программы – это «Берма больше, чем кино». И надеюсь, мы сможем вам это показать. Сегодня, именно сейчас, начинаем с литвы воскреских лекций. Мы организуем их вместе с Государственным Эрмитажем. Наши приглашенные эксперты будут говорить на самые разные темы. О Бергмане и литературе, о его непростых отношениях с Богом, ну и, конечно, о его влиянии и взаимодействии с другими мастерами мирового кино. Примерно через три недели мы откроем выставку, посвященную культурному наследию Бергмана в искусстве и в моде. А через месяц мы подведем итог конкурса альтернативного киноплаката. Кстати, вы можете поучаствовать еще в этом конкурсе, время еще есть. Ну, конечно, мы не можем обойти сторонные фильмы. Они будут немного попозже, в апреле. Мне часто удается посмотреть старые шедевры на большом экране. И мы выбрали, думаю, самые значительные фильмы Бергмана. Ну, а теперь я с радостью передаю слово нашему гостю и лектору, писателю, журналисту и главе фонда Бергмана Яну Хольбер. Мы очень рады, он только что прийдет 1,5 часа назад из Лондона. Мы очень рады, что он успел сюда. Пожалуйста, понимаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Я пробовал, если вы узнаете, наш красивый язык. Простите меня, что я летаю с Кавринцем. И благодательно приехал в нового друга этого, который помогает Бог. bare записи мед objects покин Blockchain Игорь Невальд Indigenous в дереве etmek recibir и Над prochем rendяş themes сотни работари и перволепроделах, происходящие на lifecycle в fillм 19,05, когда они окончили, но мои lurды, в лин ningún талопа к нюм. журн есть электр struggles. addiction تھе этого takes, но для других описания о проблемах, Это будет менее, condensedе, но мол suffer Quick預 답ный события. В м nitrogenоскар причар jer Конечно, меньше чем у Бальзар, но зато, значит, нам больше чем у Флопреа. Энно ярдарь берет Берман ливет от, и он часто искал, что он никогда не получал конкурсов как актер. При этом, в течение всей своей жизни, Берман, и порой даже со злостью, утверждал, что он никогда не был намерен стать писателем. Я цитеря. Я не хочу писать роман, полистей, эссе, биографии или других сечений. Я даже не хочу писать пиесы. Минус кинематографии, потом тим, стоп, сперлия, пилы, ритмы и карактеры, чтобы помереть, что поэты работают актеры. Я желаю снимать кино. Я желаю делать фильмы на основе тех настроений, тех напряжений, тех характеров, ритмов, которые я ношу в себе, и которые, пока не иначе, у меня важны. Фильм мокрый. Я кинематографист, не писатель. Фильм мокрый. Моё сообразительное средство – это кино, а не писемные слова. Какой вопрос тоже отрывает тело-фэфаттеры, и раскрывает тесто для тени самаряя? Итак, Берман утверждает, что он не писатель, а я постараюсь сделать всё, что в твоих силах, для того, чтобы доказать оправдание. Я эфильм ан persecution гыает от起來, в ягенская Берман скейтера. Это те факторы Берман, которые является художниками. По специальности я в историю кино. Я люблю фильмы Бермана. но в то же время я убежден, что Бергман – писатель, переживет Бергмана кинорежиссера. Доскантарьевки эфир – это свой пейдор, в эту структуру «Аспекты о Бергмана» – «Совет сутатуры». Я не буду углубляться в аргументацию к пользу вышесказанного, но тем не менее приведу некоторые факты, которые, я надеюсь, проиллюстрируют мою пейджету. Но в новый раз, как и все, Бергманский год. Многие из вас наверняка видели фильм «Бергман». «Совет сутатур» – «Святый тетанат и лекти год». Я буду помнить на том, что он лез, но сам Бергман с чего-то этого вполне достаточно, но я хочу вас призвать читать, может, писатель в Вергман. И для того, как он написал, что он написал в «Бергман», для того, как он написал, как «Бергман» – это в «Бергман». Он написал в «Берман-тюре» и «Берман-тюре». Помимо тех книг, которые он издал, Ну, например, автодиографическая книга Лотерна Малека «Волшебный фанарик». Те сценарии, те мус-припты фирмы, которые я создавал, тоже являются литературой. Сами писали. На мой взгляд, они написаны по-литературу. То есть они создают впечатление, что эти произведения желали, хотят быть литературой. И ты взял пупо фарварда, пупо второе металитературой. И все являются литературой, тематизированной книгой. Тематизированной книгой. Поразительно, насколько часто Эркман выступает металитературой. То есть в тех своих произведениях, которые предназначены стать основой фильма, он тематизирует, он рассуждает эти темы писательства письменного слова. Их марберман билет царь варер хан, тварика ремейна, тварика ремейна, тварика ремейна, тварика ремейна, тварика ремейна. Как утверждал сам Берман, он хотел бы быть ремесленником среди многих, а не возвышенным творчеством. И эссе на десут геррифорду, заботируемость на русские эбстракции на тварика ремейна, тварика ремейна, тварика ремейна, тварика ремейна. И так он пишет, инкомлика художника в средние века было само по себе хорошим вещью. И относительно анонимность художника защищал его от незначительных внешних влияния, материальных соотважений и от проституирования. Художник творил в соответствии с духом и истиной, как он понимал, и затем передавал это произведение заказчику или самому госту. И еще одна, один иронический момент. Эта эссе является, наверное, самым часто цитированием. Бергман, и хотя он успевает анонимность, когда цитирует эссе, никогда не забывает указать автора этого эссе. Я думаю, что аттитюды были яркими методами. И вот этот принцип парадокс. Хотя я думаю, что Бергман был вполне серьезен на второе время, когда он написал. Но тут же заключен еще один парадокс. Дело в том, что творческая свобода, для которой, как считает Бергман, анонимность является супругом гарантом, все-таки зависит от возвышения художника. И где-то вот здесь скрыта одна причина того, что Бергман отказывался или, по крайней мере, пытался отказываться называть себя безудивным. Однако при этом он всегда постоянно писал. Манусикт, Арбетсбеккер, Дарбеккер, Реев, самодактация органского опыта, а также что он в сексе. Сценарии, дневники, рабочие тетради, письма в общем целом неставляют достаточно объемистой наследии. Бергман ввел дневник, или точнее сказать, несколько дневников. Это были частные личные дневники, в которые он вносил записи ежедневно, практически краткие комментарии, а также это были и рабочие, так называемые рабочие тетради. Вот здесь вы можете видеть несколько экземпляров таких рабочих тетрадей. Здесь вы видите большие по формату блокноты, тетради, которые Бергман отображал свой рабочий процесс. Я люблю Бергманс фильмы и Бергманс фильмы, которые дневники, как таковые, играли заметную роль. Главный персонаж, фильмы Марии, который мы видим в первых раз. получает посыльный дневник своего будущего возлюмина. Этот дневник становится двигателем всего сюжета. Он вызывает жизнь и воспоминания. Как вы думаете, что он любит посыльный дневник? В 1968 году фильм «Час Волка». Здесь героиня фильма «Альма» уже говорит анонимному посетителю. Но если вы уже получили «Неми», и, пожалуй, нигде более в творчестве, в произведении Бермана, дневник выбрали исторические дневники в Украине. «Альма» спاحет юга, которые понесли, что он полетел в Sonой. Юга был супругально враг, но не остался им одинок. Это огромное дело, но в книге «Паратина» это première ручка, а это сложнее, благодаря информации, фактор, возможностей и фанатисты, Сама не управляет. Два группы. Уже в фильме «Час волка» достаточно сложно понять, что к чему. А если читать книгу, там ситуация еще сложнее. Отличить факты от фикции, действительность от фантазий, правду от лжи не получается. Причем дневник все только запомнил. Уже в фильме «Час волка» выбирает книгу. В фильме «Час волка» назвал Ангес. Ее сотрудничество было в основном, что она применяет книгу. В фильме «Час волка» назвал Ангес. Она говорит в его слове и учебного, которые выяснили, что ее предоставление. И наиболее грамматичным становится, пожалуй, чтение дневника самым концептом. Агнес умерла, умирает умерла в страшных мучениях. А незадолго до этого ее сестры отказали ей самый простой, самый главный забот. Эткады уже оттаганы, прорываются удано ресурсов от лидерского пола. Сестры, достаточно неприглядные фигуры по себе и эгоистичные, которые отвергли, уклонились от опыта Агнес, смягчить страдания с помощью заботы и нежности правильных людей. Вот прессование заканчивается цитатой из ее дневника. Мои сестры Карин-Мария приехали чтобы навестить меня. Замечательно! Смогность при истрии, как в старые добрые времена, как в детстве. Смогность при истрии. Далее Агнес пишет о том, как они вместе пошли в прогулку, и как отступила вся боль, когда, короче, снова с тем людьми, кого я люблю больше в свою жизнь. И тут дневник становится уже действительно произведением литературы. не только из-за того, как он написан, но и как произведение, как рукопись, которая является самообманным средством добиться, получить утешение. При этом Берман, как обычно, ироничен, но и, как обычно, не только ироничен. В конце концов, за Агнес остается последнее слово в любви. Она мыла, но она продолжает жить. То, что она написала, сохраняется. Еще один вид рукописных текстов, которые играют важную роль в фильмах первых, это все. Все эти письма, которые люди пишут, читают, отслывают, получают. Часто эти письма, с точки зрения рассказчика, занимают центральное положение. Редакторária описывает. Чтобы делать эдактор, чтобы мировоззрение неиспечит. Редакторная информация. Письма написана Эльзабет, которая Мária должна назвать, но она начинает читать, а следует сообщение, Он поет о городовской обмане Элиза. Далее фильм «Молчание». Умирающая Эстер считает одной из самых важных задач написать письмо своему племяннию Элиза. Я написал тебе письмо, как и обещал. Юхан, пойми, это важно. Ты должен его тщательно, внимательно прочитать. Это все, что... Это... Ну ты пойми. И затем, в конце фильма, Юхан читает письмо. Письмо содержится попытки Эстер объяснить мальчику тот язык, на котором говорят, в той стране, где они находятся. И, несмотря на обещание Эстер, что Юхан все поймет, остается ответ в вопрос. Понял ли он? Лицо только на беду от напряжения в попытках понять этот чужой язык. Эту секретную весть. Далее, когда фильм от Бедмана разоблачается ложь, которая приблигает людям, это случается зачастую с помощью писем. В начале фильма «Страсть», в 1925 году, «Андреас» читает тот письмо, который... Тот письмо, которое Анни написал его супругу. И, несмотря на то, что он не намерен только с ней оставаться вместе. Затем, если говорить о общении с другими людьми, Анна будет утверждать, насколько счастлив они вместе были. Она пытается выстроить некий фасад, который со временем дает трещину, когда Андреас признается, что он прочел письмо. Ты всегда говорила об истине, о том, что нужно жить по правде. Какой ужасный обман. Я знаю, что воспринималось в вашем правде. Все это счастье, вся любовь. Все это было ложь. Компания до сих пор, как и другие книги, как и другие книги. Сставки по дуги, как и другие книги, книги и книги, за дуги и книги, к доски, выразы очень важные, Это драматичный по своей сути источник информации в фильме Бергбург. Ну и теперь я хотел бы перейти к другой форме, к печатным словам, к печатным произведениям, которые фигурируют в творчестве Бергбург, книгами. Надо отметить, что книги имеют весьма усмысленный статус в произведении Бергбург. Нередко они появляются в сюжете, когда кто-либо из персонажей говорит о книгах с произведением. Нередко они появлялись на английском языке, что естественно поражает проблемы в период. Я считаю, что это актуально. Как вы понимаете, это очень актуально для нынешней ситуации? Когда люди знают, как по сути, то они вернут в творчество. Они вернут в рождение, что их используют в воспитании. Они вернут в твердилет И они не могли пройти от 찾아вонков Александр. Ну вот есть, например, красивая и очень интересная сцена, которая отличается от других ситуаций, когда речь идет о книгах, потому что тут не возникает двухсвысленности в отношении книг. Это когда Иса в Якобе в фильме «Фаня Александр» читает детям. Александр спрашивает, а что это за книга? Это книга, которая содержит посказы, мысли, получения, молитвы. Она написана на иврите. И затем Исаак начинает читать из этой книги, предупредить детей, что, ну, возможно, получится нескладно, потому что мне же нужно переводить. Речь идет о мифе, о сотворении мира, о тех людях, которые придут по пустыне и мучают жара, сушь, жажда. И вдруг они находят вон. Вода живет. Оказывается, что эта вода появилась из туч, в которой превратились в слез. которые возникли из их отчаяния, надежды, желаний. Их слезы собрались и утопились в эту самую тучу, через которую родились потоки. Где ты сможешь утолить свою жажду, ты сможешь помыть своё лицо и отводить свои израненные ноги. И это нас приводит к ещё одному интересному аспекту касательно книг в «Творчестве первого». Дело в том, что практически все книги, которые передаются, являются объективными, личными. По роду свидетельности я, думаю, частенько вынужден отвечать на вопросы почитать мне таланты Бергмана. У меня порой бывает трудновато убедить тех, кто задает вопросы, о том, что, например, Исак, фильм «Фамилия Александра», детям читает «Оксинист», «Алмуда» или «Капур». И то, что тот образ, который конфигурирует опыт учений, который сопротивляет слёзы людей, это тот образ, который придумал сам Бергмана. Но те, кому я так обещаю, по-моему, раздражаются и всем это сигналят, нет, погодите, но ведь он же в фильме сказал, что это книга, и она не является. Исак. Успайман, Горал, во твое первое утро, очень много улучшился эспект, а искрительно. Если говорить о творчестве Бергмана, то никогда не возникает сомнения в том, что те слова, которые звучат, хотя они произносятся в словах, что это всё-таки письмо, короче. Что делать с фильмом фотоэтики, и не помню, что он скрепляет, что он не может, это очень много вопросов. За это они мало критиковали, в том числе и на родине. Понятно, что мы, слушая это на родном языке, слышим, насколько странно порой звучат тексты в фильме Бергмана. Это фатаир, Гинавриск и Тудрэ, предоставленный коллегант Гоунинберг. К примеру, какого рода несоответствия В частности, Видерберг задавался вопросом, интересно, а насколько за успех Бергмана ответственны иностранные переводчики, которые работали в своем детстве? И, например, в англоязычных, американских, местных фильмах персонажи говорят вовсе не так вычетно, не так странно. Надо отметить, правда, что Бергман не реалист и никогда им нет. Так что разговорная речь, разговорный язык фильмом Бергмана архаичен, возвышен, это на самом деле письменный язык, лишь слегка замаскирован. И я думаю, что Бергман проявлял не меньшую заботу о звуковых эффектах, о том, как звучат тексты, не меньшую, чем от их свысых значений. Вся шиферская энергия уник, когда фонетика и семантика комбинируют свои результаты. А по собственным случаям фонетика и семантика могут сочетаться и комбинируясь давать вообще очень интересный результат. Так что сейчас вам будет предложен небольшой груз шведского языка. К сожалению, придется его проводить уже на уровне продвинутых студентов. Конечно, следовало бы начинать с фразы какой-либо типа «Hey, the model» то есть «Привет, как дела?» или «Что-то вроде», но у нас времени не хватит. Но я уже все равно сказал «Hey, мы можем», так что вы уже изучили еще раз. Так что два вопроса, после не одного. Ну, в секунде «Инсильдет», то есть «Эт диалог-картин», что у нас «Амра» мастер-картин. Итак, в начале «Фрина», «Седьмая», «Инсильдет», есть «Сцена», «Диалог», который, наверное, является самым знаменитым в творчестве верным. И в том-то и состоит его неинсуспы, что называется, что этот диалог зачастую цитироваться неверно. Ничего странного в этом нет, потому что ошибиться, неверно услышать то, что говорится, достаточно легко. Причем один из участников диалога именно это делает. Итак, как же звучит оригинальный диалог? Кто ты? Я ангел смерти. Ты пришел со мной? Я уже давно и буду за тобой попитал. Привет. Я знаю. Ты готов? Мое тело боится, не я сам. Извините, я цитировал перевод этого из той версии фильма, озвученной уже на русском языке, которую можно найти, например, в интернете. Рыцарь, что рано сюда рано? Рыцарь. Я знаю, как он спросил... Рыцарь, где он говорит, что я сам, я верю. Итак, Андрюс Мерти спрашивает ТИ гоТОВ? То есть, по-фолистски, я верю. Я верю. На что рыцарь отвечает Мое тело боится, не страхи, не страхи. Он услышал вопрос Я верю? Ты боишься? Он сосед grund terialei, что она не боится, чтобы она не боится, что она не боится. Таким образом, Эргман дает нам понять, что рыцарь на самом-то деле письма на Бога. Насколько на Бога, что он даже не слышит то, что говорит англ-смерт. И дезотворы кейты, рыцарь и светли, а то ромбик яско аспекта лотарь, поскольку это что? В этих две реплики, собственно, помещаются как минимум три важнейших аспекта творчества Эргмана. Во-первых, проблема коммуникации – это то, что является одной из основополагающих тем, прочитывая. Во-вторых, недостоверное, невероятное утверждение рыцаря о том, что он не боится, опять вызывает в жизни, одно из важных тем – соотношение правды и жизни. Я имею в виду, что от нас ожидается? Мы действительно должны победить, что он не боится. И, наконец, такое осознательное отделение рыцарьов, себя от своего тела, то есть у нас есть диссоциация, который, наверное, говорит о достаточно слухом, нечётком восприятии своего «я». Но это также пример того, как «ведьмая печаль», «ведьмая печаль», «ведьмая печаль», «ведьмая печаль». И самый известный фильм «ведьмая печаль», подчёркивает значение «ведьмого языка». Для подавляющего большинства людей гораздо естественнее ослышать, что-то услышать или чем ошибиться в чтении текста. Рынтареска книга феа сочетается в том, что многие фильмы или русленькие текста скрыт феа, но рынтарес вара, и кровь, и рэд, и рэд. Ну а что касается ошибок в цитировании или в переходе текста, верно случалось и так, что когда делают субтитры на иностранных языках, оказывается, что рыцарь отвечает «моё тело готово», а не «ё». Но даже если переводят верно, и мне верно пояснилось, что в вашей стране всё правильно переведено. Но даже при правильном переводе получается, что игра слов, мы говорили, что слова «брэд» и «рэд», чьезные звучат очень похожи, это игра слов, к сожалению, бывает утира. Ну и заключение. То, что «брэд» в последнее время получает такое серьёзное признание, в частности, зависит от условного тем, что его пьесы стараются очень широко позвонить. Например, у вас в городе недавно ПДП, в течение достаточно долгого времени играли, пьесу из «Жизни марионеток» в постановке режиссёра Анджея Бугеня. Ну а я точно прибыл из Лондона, где театр «Брэд Бик» поставил Фанни Эрисон. В каждом году около 65% в герд в этом году. Лишь же плотно, около 60 пьес, Бердманом ставится, и показываются их перьеры по всему миру. И это не так много пьес ставится, как пьес Чехова, но всё же довольно много. Поэтому, я думаю, мы имеем право сделать вывод. Независимо от того, что сам Гердман утверждал, мы имеем право сказать, что Игнар Бердман – это большое писательство. Спасибо. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к Яну, по поводу литературного наследия Бердману, то, пожалуйста, задавайте их. У вас есть такая руководительная возможность? Я вам принесу такой вопрос. Спасибо большое. Очень интересно. Но я хотел бы вам возразить. Чуть-чуть. А, хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Очень интересно. Я хотел бы вам возразить. Вы говорите, что он больше писатель. Но писатель, но при этом вы же не приводите аргументы в том, что его много читают. Его сынок из фильма, как вы сказали, ставят пьесы. То есть он, наверное, больше писатель в нашем понимании. И еще я хотел спросить про то, что вы говорили, что он сам говорит, что он больше кинематографист, а не писатель. И вы сказали, что его язык аргаличный. Может быть, в этом смысле, что его аргаличность как раз и дает тот эффект визуальности, который сейчас очень восприимчив и в кино, и в театре, и вообще в перформансах. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я в своем выступлении совсем не утверждал, что Берман больше писатель, чем никогда. Я сказал о том, что был я писатель, он переживет себя в программировании. И вы уже не понимаете. Ну а правоте или не правоте мои, вы убедимся со временем. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Хотя я должен признать, что я несколько заострил эту тему, и, собственно, сделал это умышленно, для того, чтобы показать, что Берман – это не только кинорежиссер, но и писатель. Ну и кроме того, какой смысл вы приехать к вам сюда из Швеции и попытаться улыбить вас в том, что Берман – это не великий кинорежиссер. Я думаю, что вы это и так знаете. Берман – это не великий кинорежиссер. Будем ли я не великий урок еще вопросов? Большое спасибо за оригинальную лекцию, но если бы все-таки настаивались на вашей концепции о том, что первым писательом, то есть какой реактор можно поставить? Я имею в виду литератур и писатель, книжный писатель 20 лет. Спасибо. Продолжение следует... Какая хорошая вопроса. Он написал около 60 фильмов, а потом иначе он кресел и иначе, но это очень большой корпус. Это и веб-дохновение, ныне простого сценария, и в фильмах, и в России, и в сайте себе, и в здании сайте, и в самом деле, все серьезно, как говорят. И это интересно, что даже если фильмы-какли, они очень много различных фильмов, но они очень много различных. Интересно. Если, например, когда вы смотрите фильмы, вы можете заметить, что они достаточно похожи на то, почему-то, то когда читаешь сценарии, как у нас фильмы, что называется, верно, там различия очень широкие. В этом году, когда читаешь сценарии, как у нас фильмы, как у нас фильмы, что у нас фильмы, как у нас фильмы. Второй он пишет очень скупо, и тут его можно сравнить, например, с Беккетом, а иногда он бывает достаточно много слов в своих описаниях, которые дают очень сочный текст. Но чёрто напоминает Толстого или кого-то из этого. Я, опять же, поймите меня правильно, не сопоставляю премию Беккетом, не спеть этого не с Толстым. Я хочу просто сказать, что действительно очень во многом, многие чертания его тексту напоминают такого, какого ряда? Но те, кто он больше любит на многом смысле, могут сказать, что его скандинавские коллеги, Хенрик Ютсен, Январь Бергман, который я не знаю, но он не так известен в России, но и, конечно же, Андрей Бергман. Если я задался вопросом на вопрос, которые мы говорим в Европе, как литератер и писатель, то, наверное, стоит сравнивать, в первую очередь, с его скандинавскими коллегами. Это, конечно, Генрик Ютсен и швед Январь Бергман, с которым им и не воскрит совсем, но тем не менее. И, к тому же, я не очень широко известен запретил в Швеции. Ну и, конечно, август, стримы. Кто-то еще видит вопрос? Спасибо большое за вопрос. Может показаться, что это довольно-таки банальный вопрос. Очень многие режиссеры, на самом деле, писали и литературные сценарии, и режиссерские сценарии. Их, соответственно, также можно рассматривать не только как кинорежиссеры, но и как, в данном случае, Бергман, рассматривать только как писателя. В чем его уникальная литературность в этих его сценариях, в пьесах. В принципе, можно посвятить, естественно, его художественные особенности в его визуальных произведениях. Но в чем его уникальная особенность, которая отвечает его от других режиссеров, которые абсолютно также писали литературные сценарии режиссерские сценарии. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Lord. На мой взгляд, вопрос получился далеко не панельный, но еще вопрос. И это было первым выбором, для меня и Герман, чтобы объяснить, потому что очень много русских языков используются в этом смысле. Я думаю, что мы с Германом, для меня и Герман, это была достаточно сложной задачей попытаться на материале шведского языка объяснить, в чем особенность, и как он пользуется этим инструментом языком. Я знаю, это экземпляр. Это экземпляр. Но я попробую все-таки проинвестировать это одним примером. Вы видели фильм «Тексона» 1966 года? Я думаю, что он начался с проломом, который был написан в книге «Тексона». Фильм – это пролом, который Герман написал как своего рода стихотворение, только не в словах или в тексте, а в картине. Но если вы читаете принадлежды YouTubers, то вы понимаете, что это теоретий, но не в этом «тырьм» – это не теоретий. То лога и германус является темой им всех в книге как фильмы. Если взять оригинальный сценарий, то становится понятно, что Баллок является стихотворением в не меньшей степени словах, как Баллок в самом фильме является стихами в картинном образе. Он использует метафоры, анафоры, ретористские фигуры, которые делали в юрик, в том числе, что выясняли на большинство своих коллег, которые скрыли свои свои собственные коллеги. Он является гораздо более уточненным в строке. Метафоры, анафоры, в том числе, в том числе, которые характерны для лирики, для поэзии. Он очень активно использует все эти инструменты киномозья. Это свидетельство того, насколько он тщательно, ювелирно работает с языком, со словами. И это, как раз, в определенном смысле, отмечает его от других коллег-миссоров, которые сами пишут свой сценарий. Я думаю, что Баймар является очень чувствительным для медиа, который работает с этим. Когда он делает фильм, то есть это очень большой фильм. Когда он пишет, то есть это очень большой фильм. Я думаю, что он может помочь. Я думаю, что это особо... Талий, при том, что это не важно. На мой взгляд, Баймар верно отвечает то, что он... То, как он использует те средства, которые находятся в его распоряжении, когда он занимается каким-то видом деятельности. Когда он снимает фильм, то он весь в этом. Весь в этом процессе, весь в этом инструментарии. Когда он пишет сценарий, он весь погружен в то, что нам нужно обязательно думать в общество. То есть он работает с языком, со словами, с текстом. То есть по своему мнению. Я думаю, что мой ответ на то, что мы называли банальный вопрос, затянется. Тем не менее, я хочу еще что сказать. Что мы не все называли банальный вопрос. Это очень хорошо. И я думаю, что, если мы сравнивали много других филоскопов, то, что здесь, закон. Когда вы сказали, что, как вы знаете, то есть один생, что, для них можно узнать с элементами, что мы беремесными, чтобы все думали о вашем видеорее. Чтобы чтобы подраз bacteria, чтобы подразделить филоскопов. И я имею в виду... Я видел... Я стараюсь из марта Лош Фнатрилер, во всеми, который очень много на hippийе. Но это читает, это просто дождаться, что нужно подразделовать. Но для Баймар, это, в принципе, нас Plus у него есть и первый. Да, еще раз только замечу, что вопрос, на мой взгляд, далеко не понятный, а действительно очень хороший и интересный. Я хочу просто сказать, когда читаешь сценарий Бергуба, то это произведение, которое действительно доставляет настоящее удовольствие, наслаждение. У меня была возможность, естественно, читать сценарий многих режиссеров, например, Лариса Бабриева, к которому я посвящаюсь, я очень люблю его творчество. Но когда читаешь этот сценарий, это примерно как заниматься «Зальцового плана». А вот когда читаешь Бергмана, это совсем другое, совсем другие ощущения. Продолжение следует... Продолжение следует...